Девушки отдыхают До синих гор, рвет и кусает нас, как бешеный пес Люди с севера, вы стоите у обрыва Короли предали вас, и вы обратились к богам Но вы не молите, не падаете на колени, посыпая голову пеплом Нет, вы скулите, почему боги оставили нас? Пора вернуться на путь, с которого мы давно сошли Было время, когда наш мир соприкоснулся с другим Ученые зовут это сопряжением сфер Волей богов силы зла проникли в наше обиталище И в этой катастрофе родилась нечестивая сущность, что зовется магией Но мы не запретили ее Нет, мы изучали ее ради власти и могущества А что же чудище у наших дверей? Подлые останки сопряжения! Троли, трупоеды, волкалаки Воздели мы меч против них? Или возложили эту ношу на других? На тех, кто зовется ведьмаками На заблудших детей, обученных волшбе Чьи дела извращены богопротивными ритуалами И они борются с чудовищами, хотя не отличают добра от зла Искра человечности давно уже угасла в них Да С годами их все меньше Но и поныне они бывают в наших краях За деньги выполняя свою кровавую работу Позоря нас самим своим существованием Истерзанный войной север Обливаются кровью Битвы Есть удары бичей божих Что очистят грехи наши Вспомните об ужасах, терзающих наш мир извне Дыкая охота Скачет по небесам каждая полнолуния Темные эти всадники, вестники второго сопряжения Уводят наших детей в неведомые земли Но можем ли мы обратиться вспять к свету? Хватит ли у нас сил изгнать чародеев И объединиться вокруг тепла вечного огня? Ночь, час меча и топора В этой войне никто не поможет нам Ночь, час безумия, час презрения Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не хотела тебя веселить Только разбудить Уже полки Ты обещал Цири, что позанимаешься с ней Иди, а то весь мир замучает ее своими гравюрами Ну я пошел Ага, пока ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Я тут подумал, может, Цири подождет еще немного Это не педагогично и неразумно Ах, ты права Пойду лучше к Цири Я искупаюсь Сделаю макияж А ты как раз позанимаешься и вернешься Из всех женщин, которых я знал Только ты красишься перед сексом А ты их так много знал? Не все ли равно С каждой я всегда думал только о тебе Старый ведьмак крепко спит А Цири, разумеется, куда-то пропала Разумеется, она предпочитает теорию и практику Что? Подъем, мастер Какие скучные уроки, что ты сам на них засыпаешь Вот холера. Я только прикрыл глаза, пока она делала выписки из Гулия и Альгурии. Ты дал ей этот кирпич? Ничего странного, что она заскучала. У Иоанна из Бруга не самый легкий язык, зато пишет он обстоятельно. Это тебе не нынешняя глупость. Что, опять на маятнике? А я сколько раз ей говорил, не тренируйся одна, только ошибки закрепишь. Отведи нашу барышню на нижний двор. Если хочет позаниматься, милости просим. Не сердись на нее. Как тут не сердиться? Эта сопля все должна сделать по-своему. За это ты ее и любишь. Ну ладно, и я не без греха. А значит, мне ее и к порядку призывать. Чудовищам нельзя относиться легкомысленно. Если Цири хочет стать одной из нас, ей придется это понять. Увидимся внизу. Нет. Понятно, почему ты так сюда рвалась. Бей. Цири, ты не в цирке. Пируэт? Нет. Нет. Ноги. Хватит. Слезай. Сальто? Как иначе. Можешь снять повязку. Есть еще над чем поработать. Рефлексы слабоваты. Для ведьмака? Может быть. Думаешь, утопец или стрыга будут тебе поддаваться, потому что ты не прошла ведьмачьих мутаций? В любом случае, на твоем месте я бы боялся Весемира больше любой стрыги. Пренебрегать его заданиями неразумно. Ой, да ну. Эта книжка была страшно скучная. Я знаю. А ты знаешь, что это не повод. Ой, прости. Я все поняла. Больше не повторится. Очень надеюсь. Весемир сказал, если ты еще раз так сделаешь, он заставит тебя съесть миску слизней. С солью. Фу. Вот-вот. Так что, веди себя хорошо. Пойдем позанимаемся внизу с остальными. Мы побежим через стены? Не сейчас. Не стоит заставлять Весемира ждать, поверь мне. Ты что-то хочешь сказать, госпожа моя? Я ужасненько виновата, дядюшка Весемир. Молодая кровь требует дела. Я понимаю. Но в бою знания важны не меньше меча. Ты должна хотя бы гуля от аль гуля отличать. По отметинам, якоже у пантеры тигриной, в зерекании живущей и телом нездраво бледной. Хм. Значит, ты прочла раздел. Но ты все равно должна была спросить, а не... Но ты же спал, дядюшка Весемир. Не верти хвостом. Ведьмак должен уметь обмануть противника. Сам же говорил. Может быть. Но не испытывай мои советы на Весемире, хорошо? Оттуда играешься. Ладно, хватит болтать. Геральт в паре со мной, Ламберт с Эскелем, Цири с куклой. Опять? Не привередничай, берись за меч. Ну что, повторим основы или сразу спарринг? Давай сразу к спаррингу. Обойдемся как-нибудь без повторения. Ух ты! Да ты просто зверь! Цири, давай слезай. Ах, вот же дьяволенок. Как вернется, посажу ее полировать все мечи Каэр Морхена. Ты нашла шлем? Цири! Будешь чистить все мечи до последнего. Что за... Что за... Я долго ждал этого, Белый Волк. Нет! Нет! Все в порядке? Кошмар приснился. О чем? Долго рассказывать. Заря еще не скоро. Время есть. Все началось в комнате для гостей в Каэр Морхене. Я грелся в бадье, а рядом была... Трис? Йеннифер. Забавно, да? Ее там и не было никогда. Но во сне все было такое настоящее. И она чем-то парила тебе мозги? Тогда все точно как на ее. Мы найдем ее. Потом я пошел за Цири. Мы вместе тренировались. Вот были времена. Маленькая разбойница. Я тренировал детишек, которые были быстрее, сильнее, но ни у кого не было ее характера. Закончилось все не слишком хорошо. Я про сон. Не слишком. Появилась дикая охота. Они бросились на Цири. А я не мог двинуться. Стоял как столб. Это только сон. Сейчас рассветет. Пора ехать. Постой. Покажи-ка мне письмо от Йеннифер. Может, ты упустил что-нибудь. Ничего я не упустил. Мы должны были встретиться в Вербицах. Только их спалили до тла. Остается идти по ее следам, так что... Помолчи немного и дай мне письмо. Ага. Пахнет сиренью и крыжовником. Ты собирался его читать, а не нюхать? Нам надо встретиться как можно скорее в Вербице, увы, зимы. Там нам больше делать нечего. Тут еще по скриптам. Единорог по-прежнему у меня. Это она о чем? Это личная. Очень личная. А, понимаю. По крайней мере, мне так кажется. Может, и не совсем, но думается мне оно и к лучшему. Вернемся к делу. Как думаешь, сильно мы от Йеннифер отстаем? На два-три дня. След свежий. Только вот ведет он на большак, а там его наверняка уже затоптали. Постой. Слышишь? Слышишь, он чувствует. Гули. Ну, конечно. Тогда войско проходит, за ним по пятам трупояды. Идем, пока новые не набежали. Я рассказывал, встретил я как-то чародея, который утверждал, что это, мол, исключительно полезные существа. Потому что из их крови можно варить эликсиры? Нет. Потому что они, поедая гниющие тела, предотвращают эпидемии. А-а-а. А он знал, что живых они тоже едят? Нет. И очень из-за этого огорчился. Это разрушило всю его теорию. Идем. На помощь! Помогите! Помогите! Улетел? Да, вылезай. О, боги! Я ж едва не кончил, так же, как моя кобылка. Это если бы повезло. Твоя кобыла умерла сразу, а грифоны любят помучить. Едят живьем по кусочку. Вы... Вам надо думать, вознаграждение полагается. Ты нам ничего не должен. Ты попал в беду, мы тебе помогли. А говорят, что у ведьмаков сердца нету. Мыл они бесплаты и пальцем не шевельнут. А еще говорят, будто мыши из гнилой соломы родятся. Как там след? Как я и говорил, доходит до большака и обрывается. Затоптал. А вы ищете кого? Да, одну женщину. Невысокая, длинные черные волосы. Видел такую? Нет. Ну вот что. Тут, в белом саду, есть корчма, единственная в округе. Проезжие часто там останавливаются. Так может, чего и узнаете? И вот еще что. Хозяйкой там моя двоюродная сестра. Скажите, что Брам вас послал. Так она вас примет как родных. Неплохая идея. Тем более, тебя рано нужно очистить. Да что там, он меня едва царапнул, но ржаной водки я бы выпил. Такой, знаешь, холодный. Прямо из погребка. Так едем. Значит, Дерекон так близко к деревне. Странно. Вот и мне так кажется. В лесу, в гараж, да, но здесь, в больших камерах, может, это из-за войны? Повсюду трупы, запах крови, поленые плоти. Иногда это сводит чудовищ с ума. Людей тоже. В Белом саду надо быть поосторожнее. И как только что-нибудь узнаем, сразу поедем дальше. Придержи. Что? Сними это пока не плотно. Это, между прочим, Герр. Тимерские лилии. Пускай висят. У нас уже не Тимерий, Дерр, а не Львгаард. Да не в жизнь. Чо, ты, Макю? Я с выродками не пью Прошу прощения за этих пинчук Да ничего, мы привыкли Люди здесь нервные Мало того, что войска только прошли Так и грифон шныряет Да уж, мы с ним уже успели познакомиться Встретил я твоего родича, Брама Брама? Что я с ним? Живой, передает привет Судари-ведьмаки, еда и питье за мой счет Чего изволите? Я ищу одну женщину Темные волосы, фиалковые глаза Одевается только в черное и белое Ехала из вербиц И... Знаю, что это звучит глупо, но... Пахнет сиренью и крыжовником Не видал такой Я бы запомнила, уж поверьте Да... Ее не забудешь Может кто другой вам подскажет? Много тут приезжих со всех сторон Поспрашивайте Спасибо за все Судари-ведьмаки А может вы бы Грифона убили? А то прям беда с ним Сперва-то он только скотием из полей таскал А последнее время людское мясо распробовал Из хаты выйти бойзно Если нам кто-нибудь заплатит Я не откажусь Помочь тебе с перевязкой? Успокойся Я еще не совсем рассохся Тогда поспрашиваю про Ян Угу Только лучше бы нам поменьше внимания привлекать Я ищу женщину А, как и все Нет, не как все Это пахнет сиренью и крыжовником Одевается в черное и белое Два шнапса Это улучшит тебе настроение Ладно, выпью Давай лучше к делу Ты ее видел? Я не ферр из Вингерберга? Я не говорил, как ее зовут Но хорошо ее описал А у меня так Если я хоть раз что услышу, то никогда не забываю Кто ты? Паршивый бродяга Гюнтер О Дим К вашим услугам Бродяга это теперь профессия? Когда-то я торговал зеркалами Потому веселая молва окрестила меня так же Господин Зеркало и Стеклянный Человек Откуда ты знаешь Йеннифер? Что за вопрос? Из баллад Мастера Лютика У бедного торговца нет другой оказии Прикоснуться к великому Ну, если только ему Не повезет так же, как мне И он не нарвется на очень терпеливого ведьмака На самого Геральта из Ривии Мясника из Блавикена Ты видел Йеннифер? Прости, но Я просто обязан спросить Речь идет о любви? Угадал Это любовь Я так и знал Говори, что знаешь Пока ты не появился Мне и в голову не приходило Что это Йеннифер Кто бы мог подумать? К делу Разведчик Нильфгардского гарнизона ее видел Где? В их лагере Она ворвалась туда среди ночи Черная и белая Крыжовник и... Да, я знаю Нарала на командира гарнизона И помчалась дальше Куда? Я не всеведущий Спрашивай в гарнизоне Спасибо Мы, люди с большака Должны держаться вместе Может, когда-нибудь я окажусь в беде А ты будешь поблизости Ну что, выпил? Ага Тогда упердывай Нам здесь таких не надо Может, еще кого на помощь позовете? А то вдруг втроем не справитесь Че? Да я б тебя один настучал Будь у меня мешок на голове и руки связаны Хотя нет Тогда тоже нет Чеслов, Лешка, отойдите Дам бродяге науку Один на один Приятно было познакомиться Император поведет нас прямо на Новий Град Это военный лагерь Местным вход только по разрешению командира гарнизона Я похож на местного? Ты похож на того, кто ищет неприятности Наоборот, я от них избавляю Я ведьмак Ведьмак? Капитан Петер Сарк Винлеве Сейчас в башне За воротами направо Не такие уж вы, черные, страшные Когда хотите, умеете быть вежливыми Не привыкай, Нордлинг В башню Так сколько деревня даст зерна? Сколько скажете, ваше превосходительство? Посмотри на мои руки На, смотри Мозоли видишь? Какое я тебе, ваше превосходительство Крестьянин я Так и давай говорить, как мужик с мужиком Сколько сможете дать? Сорок корцов Было и больше Только наши, то есть темерцы Раньше уже забрали и... Дадите тридцать, уже хорошо Ну, по рукам Скоро ждут транспорт Благодарю Покорнейший благодарю Кроме старосты Я вызывал только кузнеца Вилли Краснолюда Ты для него высоковат Логики тебе не откажешь Геральт из Ривии, ведьмак Вадгерн Понятно, почему я не слышал шагов Чего надо? Йеннифер из Венгерберга Куда она поехала? Это военная тайна Ты все еще не выставил меня за дверь Не позвал караул Значит, у тебя есть предложение Тут в окрестностях завелся Грифон Убей его Тогда посмотрим, что можно сделать По рукам Но прежде чем я начну, пара вопросов Ты знаешь, где у Грифона логово? Сперва он держался возле лисьего бора Я послал туда патруль пятерых молодых ребят Два дня спустя их нашел охотник Я бы их не узнал, если б не бляхи С тех пор Грифон нападает где попало В деревне На полях На тракте Значит, он бросил логово Придется ставить ловушку Судя по твоему тону, это будет непросто Чего тебе нужно? Для приманки мне нужна одна травка Крушина Грифон почует ее запах за 10 миль Кру... Крушина? Впервые слышал А я еще не слишком хорошо говорю на всеобщем Да, наверное, сперва ты выучил основные выражения Руки вверх, вздернуть Нет Сперва были поговорки Например Не играй с огнем Загляни к Тамире Это травница Живет на распуте И она тебе поможет Мне нужно больше сведений об этой твари Какого она пола, почему бросила логово? Может тебе очевидцев привезти? Они скажут не больше того, что я уже знаю Надо осмотреть место, где погибли твои люди Как звали охотника, который их нашел? Мыслов У него хата к югу от деревни, у самого леса Полезный человек Хотя и... Странный Тамира и Мыслов Спасибо Я не мешаю? Наоборот Передай-ка мне двоигрот Это такой... Красный цветок Ну-ну Вижу, что говорю со знатоком Это сильно сказано Но кое-что я в травах понимаю Например, что двоигрот ядовит В больших дозах В маленьких он притупляет боль И вызывает приятные сны Это все, что я могу для нее сделать Здесь в округе растет крушина На дне реки, где русло шире всего Но ты же знаешь, что если ее вынуть из воды Будет вонять хуже падали, я на это и рассчитываю Я охочусь на грифона Крушина мне нужна для приманки Я вот думаю Пару лет назад под мостом завелись утопцы Всей деревне пришлось сбрасываться Чтобы хватило на ведьмака Так у кого же здесь хватило денег Чтобы заплатить за грифона? У капитана Петера Сара Как-то там еще А, приятно знать, что черные от всего сердца Заботятся о нашем благе Нильфгаард ценит одно порядок Грифон его нарушает Значит, должен исчезнуть Да, сначала они разберутся с чудовищем Потом с людьми Ты же не здешняя, так? Много в тебе горя Слишком много для того, кто провел всю жизнь в хате на краю света Верно А ты куда-то спешишь Иначе не делал бы приманки А подождал бы, пока грифон снова ударит Чувствую, у нас бы вышел интересный разговор Может, в следующий раз Есть кто? Наверное, на охоту ушел Следы свежие Мыслов только что вышел Ты, Мыслов? Слышишь? Волки? Хотя нет Дикие собаки Да Они опаснее волков Я собираюсь на охоту Где ты нашел нильфгаардцев, которых убил грифон? А, понял Вы ведьмак, убийца чудовищ Это о вас в деревне говорят Я вам покажу дорогу, конечно Но собак надо перебить, пока они ни на кого не напали Поможете? Если вам не жаль тупить об них серебряные мечи, стало быть Почему бы и нет? Грифон не убежит А вот собаки могут Так что, ступайте осторожнее Давно у вас неприятности с этими псами С начала войны Как солдаты через деревню идут Бабу изнасилуют да задушат Мужика убьют для забавы Корову на мясо А дворнягу? Ради что пнут по ходе Но избиваются эти шавки в стаи Холодные, исхудавшись Поздно Они уже на кого-то напали Давай! Дитер Знаешь его? Мы вместе служили у помещика Там, где сейчас войско стоит Он был конюшем А я охотником при барине Но это было до того Давно это было До того, как что? До того, как меня выгнали из деревни Что ты такого сделал? Ничего Я выродок Простите Не хочу я об этом говорить Я тоже выродок Да Но другого рода Если это ликантропия, я могу помочь Что? Ликантропия Волкалачество Я уже помогал в таких делах Обычно это простые проклятия Которые Сын помещика Флориан и я Любили друг друга Дитер застал нас на конюшнях Меня выгнали А Флориан повесился Барин начал пить И менее пришло в упадок Вот и вся история Мне очень жаль Ах, что было, то прошло Мы шли Нильфгардцев смотреть Пойдем Ты знаешь что-нибудь об этом Грифоне? Немного Это зверь не для меня Зато ты для него в самый раз Хоть бы поэтому полюбопытствовал бы Я по лесу тихо хожу Так что даже Грифон не примет Это здесь Один лежал там У пенька Без головы Второй висел на ветке Кишки у него свисали Аж до... Берегите себя Я справлюсь Это не первый Грифон С которым я имею дело И вероятно не последний Хорошо, если так Будьте здоровы Нильфгардцы здесь что-то отмечали Но Грифон их прервал Земля черная от запекшейся крови Лагерь Это следы давнишние Они глубже Солдаты в доспехах Наверное, нильфгардцы Место Грифона А точнее то, что у него осталось Тело пролежало несколько недель Он был еще жив Когда Грифон его сюда принес И долго умирал Кости Корови, собачьи Человеческие Останки за несколько месяцев Самка Личинки в ранах уже вылупились Значит, она мертва По крайней мере, неделю Выходит, второй Грифон Самец Глубокие колотые раны По всему телу А на когтях и клюве Ни следа крови Она не защищалась Должно быть, ее застали врасплох Пока она спала Края клювы стерты В подшерстке седые волосы Ей было лет 10-12 Грифона находит пару в молодость Значит, самец примерно того же возраста Жесткая, пость Густое оперение Королевский Грифон Это объясняет, почему самец, которого я встретил Был так агрессивен Сперва он напал на нельфгаарцев Здесь, в лесу А потом начал рыскать по всей округе Сперва он напал на нельфгаарцев Сперва он напал на нельфгаарцев Был так и надлужден Централь Ого! Я сделал все, что мог. Ра возвращаться при семье. С другой стороны реки, оно чье? У леса-то. Боин из Кремков. Хороший мужик, судороги. Какой-то нервный. Да-да, а этот боин не решит вдруг на урожай свой посмотреть? Да с чего бы. До жатвы еще далеко. Да? Что такое? У меня две новости. Хорошая и плохая. Хорошая в том, что капитан Нильфгардского лагеря знает, где искать Йеннифер. А плохая, мы должны убить для него Грифона. Чего еще он мог попросить взамен у двоих ведьмаков? Ну, рассказывай, что ты узнал. Грифон бросил логово, так что придется делать приманку. Ну, как успехи? Я кое-что разузнал. Это самец. У него было гнездо в лисьем бару. Нильфгардцы сожгли гнездо, убили самку, разбили яйца. И решили, что дело сделано. Вечно одно и то же. Нет, чтоб сразу послать за профессионалом. Все делают по-своему, а выходит только хуже. Хорошину я нашел. В самый раз. Пахнет сильно. Скорее уж смердит. Смотри, какой нежный нашелся. Гнилое мясо, гной, мочевина. Обычные запахи деревни. Помнишь, как мы в Тритогоре на помойке охотились на Ригера? Ты потом полдня в бане отскребался. Забудешь тут. Мы как встретимся, ты это всякий раз вспоминаешь. Ну хорошо, все готово. Дай только знать и примемся за работу. Больше ждать смысла нет. Пойдем посмотрим, где можно поставить ловушку. Я уже присмотрел одно место. По ту сторону речки есть такие поля и рощица. Места много и мешаться никто не будет. Значит, там и увидимся. Речка, золотая нива, очаровательное место. В самый раз для засады. Я бы другого не выбрал. Ну так как? Ты готов? Начинаем. Ветер сейчас хороший. Разнесет запах приманки на всю округу. Теперь остается только ждать. О, пойдем-ка в тенек между березами. Слушай, что ты будешь делать, когда мы найдем Йеннифер? У тебя есть какой-нибудь контракт на примете? Нет, я еду в Каэр Морхен. Рановато для зимовки. Да, до снега еще далеко. И это меня беспокоит. Похоже, на востоке Нилифгард уже перешел Понтер. Значит, они в неделе пути от Каэр Морхена. Если они попадут в долину, прежде чем снег закроет перевалы, надо уничтожить все следы. Спрятать наши тропинки. А что до зимовки? Ты приедешь в этом году? Может быть. И, возможно, не один. Он где-то рядом. Пойдем, здороваемся. Погоди. Возьми-ка. Арбалет? Выиграл его в карты, пока тебя дожидался. Вдруг пригодится. Ну вот, пожалуйста. Мне с ребятами читал Морали. А сам-то игрок. Ну, хватит разговоров. Надо Грифоном заниматься. Морали. Да. Морали. Морали. Девушки отдыхают. Человек всю жизнь учится. Только не ведьма, иначе жизнь его очень коротка. Но об этом позже. Отнеси башку Грифона черным, а я приготовлю лошадей. Увидимся в Корчме. Что это такое, вашу мать? Жито. Ты меня за слепого держишь или за глупого? Зерно с плесенью. Я не знал. Значит, за глупого. Дьявол, когда же вы научитесь? Военный кодекс. Параграф второй. Раздел третий. За поставку испорченных товаров 15 ударов кнутом. Выполнять! Нет! Нет! Ради богов! Чего? Вижу, ты перестал изображать доброго дядюшку. Ничего я не изображал. Я протянул этим людям руку, а они ее оттолкнули. Может, потому что та же рука держала меч, от которого погибли их близкие? Ха! Тоже мне моралист нашелся. А что бы ты сделал на моем месте, а? Ну, что? Не был бы на твоем месте. Говори, зачем пришел. Я выполнил уговор. Теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В Изиму. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать. Мог бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Стой! Мы еще не закончили разговор. На. Возьми вот золото, чтобы не чувствовал себя в убытке. Возьми вот так. Йеннифер в Узиме. У меня есть там пара знакомых, так что что-то не так? Посмотри вокруг. Сейчас скандал будет. Это еще кто такие? Патриоты. Седьмую чарку пьют за Тимерию. У них уже кулаки чешутся. Ильгарцев я тут не вижу. Они врага найдут. Куплю сейчас провизии и поедем. Геральт, давай не вмешиваться. Хоть в этот раз. Что случилось со щитом? Сняла. Может, еще золотое солнце повесишь? Нельзя тут Тимерский герб вешать. Они придут и корчму спалят. Так может, правду люди говорят, что ты шлюха, Нильфгардская? Я твои слова забуду. Тебе скорбь сердце гложет. Гренли, ты что понимаешь? Сестру мою повесили. Вытащили на двор перед монастырем, как собаку. Сказали, в Нильфгарде нет места предрассудкам. Что они гнева божьего не боятся. А ты не боишься? Если бы Аннулька тебе при родах не помогала, дитё бы у тебя в пуповине задохнулось. Что? Не боишься гнева божьего? Не боишься, сука? Оставь. Вы знаете этот медальон, люди? Знаете, что он означает? Отойдите. Ты цела? Говорят, ведьмаки деток воруют. Правда? Что вам император обещал, выродки? Землицы? Как эльфам в той войне? Убирайтесь все. Мы никуда не пойдём. И вы тоже. Они уже не отступят. Вижу. Вижу. Ничего. Всё кончилось. Оставь меня. Не подходи. Лицо-то у него блоги. Уходите. И не возвращайтесь. Ну вот и всё невмешательство. Пойдём. Пойдём. Не мы это начали. Сплошные отговорки. Ты как всегда. Енифер? Ну как? Я получила донесение, что в Белом Саду появился ведьмак. Я знала, что это ты. Что ты ищешь меня. Я могла бы подождать, пока ты меня найдёшь. Но ты же знаешь, я никогда не отличалась терпением. Рада тебя видеть, Геральт. Я бы тебя обняла. Только ты весь в крови. Прости, я не надеялся тебя встретить. Сказать по правде, я иначе представлял себе нашу встречу. Как? По крайней мере, без нельфгардского эскорта. Енифер, не пойми меня неправильно, я тоже рад тебя видеть. Но мне кажется, ты должна нам объяснить. Я объясню. Но в Изиме седлайте коней. Можно поговорить и здесь. Здесь прекрасные сады. Сейчас всё в цвету, так что трупный запах почти не слышен. Заманчивое предложение. Но, к сожалению, я должна сказать нет. Видишь ли, в Изиме кое-кто тебя ждёт. Тот, кто ждать не любит. Император Эмгир Вар Эмрейс. Для друзей белое пламя, пляшущее на курганах врагов. Сомневаюсь, чтобы он считал меня другом. Когда мы виделись в последний раз, он хотел меня убить. А теперь он хочет сделать тебе предложение. Из числа тех, от которых нельзя отказаться? Я не отказалась. Хотя могла бы. Ну, хорошо. Можно послушать, что он хочет предложить. Император Нильфгарда, сеньор Меттины, Эббинга и Гимеры, суверенно Заира и Вековара, наверняка сочтёт это за честь. А ты? А я поеду в другую сторону. Сдаётся мне, что Император приглашает только тебя. Кроме того, у меня есть чем заняться. Каэр Морхен. Помнишь? Помню. Спасибо за помощь. И до свидания. У тебя конь быстрый? Не жалуюсь, а почему ты спрашиваешь? Я хочу вернуться за крепкие городские стены. Так быстро, как только возможно. Знаешь, ты мне недавно снилась. Насколько я тебя знаю, сон был неприличный. Только сначала, а потом... Штар... Гороха! 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 Субтитры создавал DimaTorzok